В Иванове стартовала неделя добра. В субботу сразу на нескольких площадках был открыт марафон «Ты нам нужен». До 18 марта горожане смогут внести свой посильный вклад в лечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Для ивановцев это уже десятый марафон. Для меня это первый марафон в качестве главы города. На протяжении всех 10 лет я старался в нем участвовать именно как гражданин города Иваново и жертвовать какие-то средства по возможности. Соответственно волонтерам мы никаких особых задач не ставим. Они свою работу знают и очень я им благодарен за то, что они находят свое личное время для того, чтобы поддержать марафон «Ты нам нужен» и оказать помощь детям с ограниченными возможностями. 104 заявки. Именно столько благополучателей в этом году претендуют на средства, собранные в рамках марафона. Маленький Паша участвует впервые. Каждые три месяца на лекарства ему требуется порядка 10 тысяч рублей. Нам необходима реабилитация и медикаменты, которые нам прописывает наш невролог. У нас диагноз ДЦП. Поэтому мы нуждаемся в помощи, материальной помощи. Помогать со сбором средств будут волонтеры. Их в этом году около 300 человек. Задача привлечь горожан к апельсинометрам. На самом деле очень много было желающих, начиная с класса 5-го, наверное. И то есть даже несмотря на то, что с 14 лет можно без согласия родителей, все равно мы взяли даже в пятиклассах. Потому что на самом деле так горели глаза у них. Мы хотим, мы... Это те, которые в оранжевых футболках, они меня спрашивали, такая, да, 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 мы волонтерим каждый год. Они такие, да, мы хотим, да, все равно мы хотим. Мы готовы даже полдня, там целый день без еды, без воды. То есть желание было огромное, колоссальное. Сделать доброе дело под силу каждому. И неважно, в каком денежном эквиваленте. Главное не остаться безучастным к судьбе тех, кому сегодня это действительно нужно. Кроме апельсинометра есть еще несколько способов внести деньги. Это может быть смс-сообщение со словом «долька» из суммы платежа на номер 4647. Также средства можно перевести на расчетный счет, который вы сейчас видите на своем экране. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иван.